Всем привет! Мы с вами находимся в Ростове, на Дону, в большом красивом городе, городе воинской славы, южной столицы нашей страны, на побережье, на берегу реки Дон, широкой, богатой, красивой. Прямо сейчас здесь, в Донском государственном техническом университете, на его базе, это один из самых лучших университетов страны, с огромным кампусом, с невероятным количеством самых разнообразных корпусов, инфраструктурой и просто колоссальным количеством студентов. Здесь сегодня в ДГТУ проходит финал киберспортивной студенческой лиги. Приехали спортсмены из других вузов, из разных уголков нашей страны, которые соревнуются в киберспортивных дисциплинах. Если говорить просто, это что-то наподобие олимпийских игр, где вместо стран соревнуются вузы. Ну и помимо непосредственно киберспортивной составляющей, вот мимо нас идет девушка из страны восходящего солнца. Это косплееры, я чувствую, это косплееры, возможно. Здесь помимо непосредственно соревнований по компьютерным играм, для всех участников и зрителей организовано огромное количество разных развлекательных зон, по которым мы сейчас с вами и прогуляемся. Ну вот прямо сейчас здесь мы находимся возле зоны, где вам предлагают почувствовать себя пилотом Формулы-1. Виртуальным пилотом можно погонять, если любите, быструю езду в Ростове, только здесь. Можно быстро покататься на каком-то автомобиле. Здесь нам предлагают помахать лазерными мечами. Я предлагаю пройтись, посмотреть, неужели Ростов станет столицей джедаев. Я прям польщен. Я знаю, что Звездные войны снимали в Ростове частично, но что полностью снимали, я даже представить себе не мог. Да, вот здесь нам выдают лазерные мечи и предлагают сразиться, ну скорее всего, с Дарт Вейдером. Навалять Дарт Вейдеру это всегда приятно и почетно. Развлекательная площадка, где предлагают отвлечься от киберспортивных игр, но все равно поработать руками в разных настольных играх типа футбола и аэрохоккея. Ну и, как вы видите, сейчас вот самая популярная зона, мы к ней сейчас подойдем. Это место Мекка. Храм для любителей настольных игр. Их всегда много, они всегда сидят очень долго, потому что, как мы знаем, современные настольные игры, они проходят в течение нескольких дней. Поэтому эти ребята здесь сидят уже с четверга, еще до того, как начали монтировать все остальные площадки. Они здесь уселись и катают в настолке, у них свой мир, им вообще все равно на то, что происходит вокруг. Да, вот такой мир настола. Кибер-ярмарка, где можно приобрести разные киберспортивные сувениры и даже мой автограф. Площадка для брейк-дансеров, где наше подрастающее поколение, видимо, будет когда-то, наверное, будет проводиться мировой чемпионат по брейк-дансу. И вот я чувствую, растут чемпионы. Растут чемпионы. На сцене сегодня будет проходить награждение победителей. И прямо сейчас на большом экране вы видите трансляцию одного из матчей. Сейчас идет финал по дисциплине Counter-Strike. Надеюсь, наши побеждают, потому что здесь сегодня участвует также команда из Южного Федерального Университета. Это второй крупнейший вуз в городе. Мы находимся на площадке ДГТУ. Есть еще ЮФУ. Это два самых больших, самых влиятельных вуза-монстра нашего города. Которые распространились на весь Ростов. Есть кампусы абсолютно во всех районах нашего города. Поэтому мы гордимся, что у нас есть такая мощная образовательная структура. Можно потренироваться в искусстве граффити. Нарисовать что-нибудь непристойное на стене. Как мы видим, уже ребята проявили свои таланты. Не знаю, что изображает рисунок, но наверняка это какие-то герои из компьютерных игр. В общем, здесь интересно. Вот там вот большая группа людей. Я не знаю, что делают. Машет майками и панамками. Там тоже какая-то, видимо, анимационная развлекательная зона. В общем, по окончании турнира здесь сегодня пройдет награждение. Небольшой концерт. Возможно, даже будет салют. Мы не знаем, но скорее всего. Возможно, сейчас мы еще пройдем внутрь. Потому что там тоже ДГТУ. Это действительно огромная площадка. И одним вот таким большим корпусом он не ограничивается. Хотя и его достаточно будет. Потому что внутри тоже есть много интересного. Помимо того, что там прямо сейчас, в эту минуту, состязаются киберспортсмены. Что это? Добрый день. Добрый день. Вы кто? Джота Ракуджа. Джота Ракуджа. Ничего не понял, но очень интересно. Что здесь происходит? Снимают очень классные ролики. 19-секундные, насколько я помню. 19-секундные ролики, в которых можно поучаствовать и сняться, да? Каждый человек может прийти и получить короткий вид. Это восьмимерная реальность? Ну да. Я бы сказал. А на какую тему ролики? Можно почувствовать себя внутри компьютерной игры? Или где можно почувствовать себя в этом ролике? Кем угодно. Если ты пришел в образе, то в образе того персонажа. Если ты просто пришел посмотреть, то просто для развлечения себе на память. Расскажи, пожалуйста, о своем персонаже. Кто этот человек? Джота Ракуджа. Персонаж из аниме и также видеоигр. Джоджо Бизер Адвенчер. Получается, насколько помню, пятый потомок семейства Джостеров. Ну, по сюжету он третий главный герой был. У которого есть физическое воплощение, духовные силы под названием стенд. Ну, он хороший парень или плохой? Бэтгай или гудгай? Он 50 на 50. Поведение у него как у бэтбоя. А по сути он очень даже хороший человек. Мягкий и пушистый, да? Ну, его мать воспитывала, он всегда был добрый. А когда он начал подрастать, ходить в пубертат, он стал самым грозным школьником в своей округе, насколько я понял. Тебе интересно это событие, чемпионат по компьютерным играм, именно в связи с косплеем? Или ты пришел посоревноваться в косплее, или ты увлекаешься еще и играми? Ну, смотри, я пришел, потому что, да, увлечен больше косплеем, но, в принципе, компьютерные игры тоже люблю. Сам обожаю шутеры и файтинги. Любимая игра Postal 2. А, ну и Mortal Kombat. Ни слова больше, нам все понятно. Ты любишь нарушать, нарушать порядки. Я сам сейчас, получается, дома, как фанат, озвучиваю Postal 4 No Regards, просто потому что мне стало интересно. Много еще косплееров гуляет по кампусу? По кампусу они сейчас все переодеваются, они только все пришли. У вас будет сейчас соревнование? Оно было вчера. А, то есть вы сегодня просто, ну, гуляете в образах? Сегодня, получается, участники конкурса косплея будут участвовать в награждении, их будут уже оценивать и выдавать призовые места. Ну, так как три года не было никаких фестивалей по косплею, я очень рад, что хотя бы хоть какая-то отдушина, потому что сидеть дома или на работе, это уже... Есть кто-нибудь, кто-нибудь в образе ковида? В образе ковида, не видел. Слава богу, давайте этот образ забудем как можно быстрее. Тебе хорошего дня, спасибо большое за интервью. Просто вопросы, вот эта стратегия Run and Gun, да, она работает... Ну, а мы отправляемся внутрь, давайте посмотрим, что же происходит сейчас в стенах ДГТУ. Они могут остановить, занимаешься другие позиции, откидываешься, ну, там, по другим раскидкам и так далее. То есть это все-таки можно как-то... Да, это прямо сейчас соревнуются игроки в КС. Я думаю, что КС это одна из самых популярных игр вообще всех времен и народов. И не надо вам объяснять, что это такое, что она из себя представляет. Итак, мы с вами в Святая Святых, главном учебном корпусе Донского государственного технического университета. В обычные дни здесь ходят скучные студенты с папками и портфелями. А сегодня, сегодня ДГТУ захвачен любителями компьютерных игр. Да, я бы даже сказал профессионалами компьютерных игр, потому что уровень достаточно высокий. Я знаю, что, например, в финале по Старкрафту сражались игроки, которые по рейтингу находятся в топ-15 России. Поэтому есть зачем посмотреть. Достаточно скилловые, мастеровитые ребята. Вот такая красивая фотозона. Очень пафосная. Очень пафосная, если сзади не проходит уборщица. Если сзади проходит уборщица, это просто становится просто фотозоной. А так это очень красивая пафосная фотозона. Студлига 2022. Я уже успел здесь сфотографироваться. Оцените декорации. Все это построено, возведено специально к сегодняшнему турниру. Турнир начался еще вчера. Вот такие вот невероятные персонажи. Огромная, посмотрите, площадка предоставлена Донским государственным университетом. Здесь есть просто невероятное количество самых разнообразных стендов и зон, и тир виртуальной реальности. Погонять можно и пофристайлить. Не знаю, может быть это рэп почитать, но скорее всего что-то связанное с автомобилями. Мне вот очень понравилась стена с автографами на память. Я, честно говоря, не знаю, эти автографы поставлены за вчерашний и сегодняшний день участниками имена этого турнира. Или это стена, так сказать, переносная стена, которая кочует вместе со всем чемпионатом. Я напоминаю, что студенческая киберспортивная лига, она проводится каждый год в разных городах. И, возможно, это автографы участников за все время. Ну, выглядит очень впечатляюще. Да, мы отправляемся дальше. Заглянем, наверное, в игровую зону, где сейчас состязаются команды. Посмотрим, как там все проходит. Хочу сказать, что несмотря на безумную жару в Ростове, для нас это сейчас прохладный денек. Всего лишь плюс 30 на солнце, может быть даже побольше. Но действительно довольно тяжело, особенно людям из северных регионов, справляться. Здесь внутри ДГТУ очень комфортная, приятная температура. Прекрасно работает сплит-система, то есть киберспортсменам очень удобно. Ну, а здесь вот, собственно говоря, главное место всего чемпионата. Зрительный зал и на сцене, на сцене состязаются прямо сейчас игроки в КС. Насколько я понимаю, это финал. Уфимский госуниверситет, нефтяной технический университет. И Уральский федеральный университет имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина сражаются. То есть одни кричат за нефть, а другие кричат за Бориса Николаевича. Пожелаем удачи сильнейшим. А это болельщики и участники команд, которые не прошли в плей-офф, сидят, делают работу над ошибками, учатся у лучших. Большой красивый экран. Все сделано очень профессионально. То есть действительно уровень подачи, уровень инфраструктуры, он подобен самым лучшим турнирам. Ну, в общем, брали пример лучших образцов. Вот самый главный болельщик, он просто не спит, друзья. Он просто сейчас считает варианты, что нужно сделать его любимой команде. Просчитывает варианты игры, куда идти рашить, в кого стрелять, какое оружие брать. Вот такие красивые девушки у нас тоже наблюдают за турниром. Так, ну а мы выходим в еще одну большую пресс-зону. Насколько я понимаю, Всероссийская киберспортивная студенческая лига 2022. Скорее всего, здесь будут проходить пресс-конференции. И я обращаю ваше внимание, что одним из партнеров этого турнира является наш любимый сайт goodgame.ru. Поэтому здесь бобра все знают. У одного из игроков сейчас на сцене у него татуировка майкера на груди. Просто мы потом покажем как-нибудь. То есть бобер здесь не последнее животное, надо сказать. Ну что, вот такой сегодня у нас репортаж получился. Приезжайте, давайте так, поступайте в вузы, даже если вам 40. Учиться никогда не поздно. Поступайте в вузы, учитесь хорошо, занимайтесь киберспортом. И в следующем году в каком-нибудь другом большом красивом городе вы сможете поучаствовать в таком классном соревновании. Привет, goodgame! Спасибо.